Всем привет! Ну наконец-то на календаре марта. Мне кажется, что это подходящее время для того, чтобы начать говорить о каких-то весенних тенденциях, о том, что я буду носить весной. Также я планирую видео о декоративной косметике на более теплое время года. Обязательно, обязательно будет про уход. Но почему-то мне захотелось начать именно с одежды. Вы знаете, что я не гонюсь за всеми трендами, что я не люблю выглядеть так, как будто я только сошла с показа. Я в принципе не анализирую то, что происходит на подиуме. Меня больше интересует стрит-стайл и то, как это все можно сочетать в реальной жизни, при этом чувствовать себя комфортно в модных вещах, не особо тратиться и, конечно, не шокировать публику. Я не очень люблю выделяться, но люблю экспериментировать с гардеробом, как-то его освежать, вносить новое дыхание в вещи. Поэтому сегодня я буду показывать не только какие-то обновки, а то, что вы уже давным-давно видели у меня в покупках, в каких-то примерках, год тому назад и даже больше. Но я покажу те сочетания, которые мне нравятся этой весной, которые я уже ношу, потому что у нас наступила весна. Если к вам еще не пришли теплые дни, то не переживайте, весна наступит в каждом уголке мира. Давайте начнем. Первое, что целиком и полностью завоевало мое сердце, это светлые элементы в гардеробе. Мне кажется, что после такой затяжной осени и зимы все мы ищем какой-то легкости, какого-то свежего глотка воздуха. И, как оказалось, светлые детали в каждом наряде добиваются такого эффекта буквально сразу, очень быстро и легко. Я себе еще зимой купила светлые сапоги. И, вы знаете, белый, прям чисто белый цвет не совсем для меня, потому что мне сложно сочетать его с другими оттенками. А когда это слегка приглушенный такой молочный цвет, вот тогда он вписывается практически в каждый наряд, который я выбираю для какого-то случая. И вот недавно я прикупила себе ботиночки из Zara, они многим понравились. Но я должна сказать, что эти ботинки долго не послужат. Почему? Потому что кожа очень мягкая, тонкая. Они очень удобные, в них устойчивый каблук и они идут размер в размер. Что касается светлой обуви, мне кажется, что тут и так все понятно. Дальше вы увидите, как те же ботиночки я сочетаю не только с бежевыми образами, а с более яркими, насыщенными красками. И у меня раньше не было ни одного такого светлого пальто. И у меня есть тренч, который я также с удовольствием ношу. Если у вас еще нет песочного классического такого качественного тренча, то советую к нему присмотреться. Это незаменимая вещь. Я когда-то купила свой в Zara. Его не будет в этом видео, но я им очень довольна. И для меня это настоящий весенний must-have. В примерках вы видите на мне чуть более теплую опцию. Это шикарнейшее осеннее-весеннее пальто от бренда All We Need. Я довольно часто заказываю у них разную одежду. И костюмы, и платьица у меня есть. Мне нравится качество, мне нравится их лекала. И вы сами видите, насколько роскошно и дорого смотрится это пальто. И если вы ищете хорошее пальто, то у меня есть два любимых бренда. Это All We Need и Minimax. Одни отшиваются в Украине, вторые в России. Я оставлю вам ссылочки внизу. И от себя еще только добавлю, что если вы никогда не пробовали примерять светлую верхнюю одежду, то обязательно сделайте это весной, потому что это смотрится невероятно. Недавно в моем инстаграм я проводила небольшой опрос, согласно которому оказалось, что вы точно так же, как я, очень часто заказываете и косметику, и вещи онлайн. То есть совершаете онлайн-шоппинг. И поэтому сегодня я делюсь с вами контактами picody.com. Это сервис, на котором вы найдете эксклюзивные промокоды на скидку. То есть вы получаете выгоду здесь и сейчас. Я оставлю вам ссылку внизу. Когда я последний раз заказывала вещи из топ-шоп на Золанду, я воспользовалась их скидкой. У них регулярно бывают скидки на Asos, на Look Fantastic, на Urban Decay, на Nix, на все что угодно. Причем этот сервис работает не только в Польше, а, конечно же, в России, в Украине, в Казахстане, в очень многих странах. Я оставлю вам всю информацию ниже. Я знаю, что работники picody вручную проверяют каждый код для того, чтобы удостовериться в его исправности и актуальности. У них бывают прям эксклюзивные предложения, которые нигде не повторяются. И так, как я сказала, нет ничего проще. Этот сервис проверен не только мной. Здесь нет никакого подвоха. Копируем код на скидку, применяем его во время нашей покупки и получаем дополнительное преимущество онлайн-шоппинга. И, честно говоря, у меня в списке хотелок есть костюм из Mango, кое-что на Asos. И я сейчас постоянно мониторю picody для того, чтобы хоть немножко сэкономить. Это всегда приятно. Но мы с вами продолжаем. В этом сезоне в масс-маркете есть очень много вещей с принтом, который напоминает цепи. Разное переплетение. Если вы помните, это свой костюм из Mango. Я показывала вам еще несколько лет тому назад. Я покупала его навстречу с вами. И он до сих пор актуален. Во-первых, это две вещи, которые можно носить по отдельности, сочетать. Тогда это все смотрится как платье. И сейчас, мне кажется, что без проблем можно найти что-то похожее. Я, как обычно, сделаю большую подборку для вас в инфобоксе. И все еще актуальна длина миди, плиссе. Сейчас есть так много разных вариантов, что просто бери не хочу. Я вам настоятельно советую присмотреться именно к такой юбке. Ведь это настолько изящно, женственно и утонченно. Это варианты в первый мир. Сейчас в Stradivarius есть очень классная, тоже с цепями, разноцветная. Она позволит вам сделать максимальное количество сочетаний. И вот сейчас я ношу ее со светлыми сапогами. Дальше переключусь на лодочки и в конечном итоге на босоножки. То есть, это такая покупка, которую можно носить в любое время года. И оставаясь где-то в теме узелков и разного плана цепей, хочется сказать о том, что мне очень нравится этот мотив в бижутерии. И эти серьги я покупала на Asos. Эти в Zara. У меня были еще одни, которые вы можете видеть в примерке, но они развалились. Они из Zara. Бог с ними. В общем, это смотрится настолько стильно и интересно. И эти серьги очень часто являются такой жирной точкой над И в нарядах, которые я подбираю. Также поделюсь с вами своей случайной находкой. В магазинах я видела очень много разных сумочек с такими ручками в виде пластиковых цепей. И если вы не хотите особо тратиться, то вот таких отдельных ручек на Алиэкспресс вот столько. В разнообразных расцветках. Если хотите как-то немножко освежить старую вещь, то стоит докупить такую ручку, что я тоже обязательно сделаю. Ох, следующий тренд. Многие прям на дух не переносят. Я вас прекрасно понимаю, потому что год тому назад я сама считала, что кто-то прям гениально подобрал название Ugly Sneakers. То есть это как бы уродливые кроссовки, которые визуально делают нашу ногу на три размера больше, чем она есть на самом деле. Мне кажется, что такая обувь красивее всего смотрится на высоких девушках. И тогда вот их ножка выглядит еще более хрупкой, какой-то такой тоненькой. Я купила себе их, потому что мне они понравились. Очень многие из вас интересовались, откуда мои кроссовки. Они у меня из магазина Stradivarius. Я долго не могла найти ту модель, которая будет смотреться более аккуратно. Если это слово вообще можно применять в этом случае. Я примеряла белые, какие-то светлые. И все было не то. Кстати, эта же модель тоже представлена именно в белом цвете. Подошва отмывается. И на удивление, они легкие. И они такие удобные. Я не знаю, возможно такая огромная подошва как бы стабилизирует ногу. Не знаю, в чем секрет этих кроссовок. Но я не очень часто ношу их в повседневной жизни. Ну как, точнее я ношу их часто. Но больше в спортзал. Мне как-то нравится, как это все выглядит со спортивной формой, с курточкой, которая у меня из Ligio. Я очень часто показываюсь вам в инстаграме. И вы видите, что я из них не вылезаю. Но я набралась смелости. Мне стало в них комфортно. И сейчас я уже начала носить их и с моим брючным костюмом из All We Need. И вообще, эта обувь мне нравится с таким объемным верхом. Желательно, чтобы это был жакет мужского кроя. Давайте я также скажу несколько слов по поводу брючных костюмов. Я подхватила эту волну еще два года тому назад. И вот в прошлом году я решилась обзавестись не просто очередным классическим брючным костюмом. А сделала ставку на более яркие цвета. И в этом году, в этом сезоне у меня двойное трендовое попадание. Потому что у меня а брючный костюм, а б он еще и в нежном коралловом цвете, который так молодит, так освежает. Я вам даже передать не могу, с какой радостью я надеваю каждый раз этот костюм по сей день. Он не смотрится так официально. Это более расслабленный вариант. И каждый раз, когда я не знаю, что надеть, я беру его. И это попадание в яблочко. И сейчас в манго есть несколько достойных вариантов. Я сама засматриваюсь на такой в приглушенном зеленом цвете. Но посмотрим. А что касается кораллового, то это очень выигрышный оттенок для всех типов внешности. И вы знаете, что я купила себе и обувь тоже на распродаже. И сумку в виде ведерка. Сумки структурированной жесткой формы. Это тоже моя любовь. Это то, что я начала коллекционировать, можно сказать, еще осенью. Нет, летом. Летом у меня тоже была сумка. И это удобно. Это очень стильно. Я долго не могла найти те формы, которые, как мне кажется, не будут идти. И которые будут смотреться как-то так прикольно. Совершенно по-другому. И недавно я докупила себе на распродаже на Net-a-Porter белую сумочку. И в ней также два тренда. Это жесткая форма, как я сказала. И также фактура, которая чем-то напоминает крокодила. Я заметила, что в новых коллекциях сейчас есть очень много обуви и сумок именно такого плана. У меня есть рыжая, карамельно-коричневая сумочка. Она из Top Shop. Я решила вам представить ее в монохромном образе. Мне кажется, что она стала таким оригинальным, интересным, стильным акцентом. Так как на мне все довольно классическое, довольно базовое. Причем я хотела бы носить этот наряд в сочетании с классическими светлыми лодочками. Тогда было очень холодно, поэтому я надела ботинки. И также многие спрашивали, откуда у меня очки. Они без бренда. Если бы я где-то нашла качественные, с хорошими линзами, я бы непременно их купила. Но я перемерила столько вариантов, и ни один из них не был настолько идеальным. Поэтому я пока что остановилась на этих очках. Я купила их на какой-то обычной раскладке. Но согласитесь, что смотрятся они очень-очень дорого, если не присматриваться близко. И не учитывая того, что стекла не особо хорошие. Что касается конкретно этого сочетания, мне кажется, что монохромность всегда смотрится как-то так более благородно. Когда не чего-то сумасшедшего. Когда все читается сразу, все понятно. Все как-то просто, лаконично. Но дорого, как я люблю говорить в хорошем понимании этого слова. Я добавила сумочку. И также на мне серьги. Они у меня из H&M. Я купила себе сразу две пары. И они имитируют натуральные материалы. Натуральный камень. Здесь также есть натуральное дерево. И если вы заглянете, к примеру, на Asos. Или зайдете в резерв. Вы резерв-то вы говорите. То заметите, что сейчас есть уйма разнообразных сережек. И вообще разного плана аксессуаров. Которые имитируют натуральность. И на Алиэкспресс есть невероятное количество сережек, заколок, серьги. Пока что вот я свои жду. Я заказала их опять же на Алиэкспресс. Так как я не вижу смысла переплачивать. Сейчас они не успели ко мне доехать. Я как-то в влоге вам покажу. Или в инстаграме. Сережками я довольна. И кстати бижутерия из H&M не вызывает у меня никакой аллергии. Никакого раздражения. И вот сейчас мне пришло в голову, что в парфуа всегда, независимо от трендов, есть похожие модели. Опять же еще в прошлом году я купила себе очки кошечки. Они у меня были из резерв. Такие дешевенькие. Мне просто казалось, что это будет такая модная деталь. Которая не будет защищать от солнца. Это во-первых. Во-вторых, она мне быстро надоест. И как бы я не видела смысла тратиться. И я поняла, что я настолько часто их носила. И они мне так нравились. Я пожалела свои глаза. И в этом году в качестве подарка на день рождения я купила себе Le Specs, по-моему. Так они называются. Вот эти очки. И господи, это одна из лучших покупок за последнее время. Они так красиво бликуют. Вот здесь очень хорошие стекла. И вообще качество этих очков просто фантастическое. Нужны они вам за такую цену или нет. Решать только исключительно вам. Я же жалею только об одном. Что я не купила их еще в прошлом году. Выскажусь на тему казаков и всей этой околокобойской темы. Я не совсем чувствую эту тенденцию. И я не уверена, что я реально буду это носить долго. Я буду сочетать с разными нарядами. Сейчас все поголовно заправляют широкие брюки в казаки. На мне это будет смотреться отвратительно. Хотя, кто его знает. Возможно, я завтра созрею и выступлю именно в таком одеянии. Я не зарекаюсь. Я примеряла несколько вариантов казаков. Также на Золандо заказала себе более смелые. С таким металлическим элементом. Но мне кажется, что это не совсем то. Поэтому я остановила свой выбор на казаках от марки Stradivarius. Они уже, к сожалению, не кожаные. Но мне нравится, что они не слишком высокие. И без всяких там, знаете, прибамбасов. Мне гораздо проще сочетать их с обычной одеждой. И мне показалось, что такая обувь будет хорошо смотреться с чем-то более женственным. Таким утонченным. И сейчас, опять же, очень модные всякие натуральные материалы. Рюши, блузки. Такого плана, который вы сейчас видите на экране. Моя из магазина Stradivarius. Я ее очень довольна. Но ее придется хорошо отглаживать. Так как это натуральный хлопок. И после стирки она будет вся, ну знаете, как хлопок мьется. Я считаю, что такие вещи этого стоят. И в прошлом году я купила себе очень много платьев из натуральных тканей. И это настолько приятно к телу. Такая рубашка или блузка абсолютно не парит. И мне нравится, как это все смотрится вместе с таким объемным кардиганом, с джинсовой юбкой. У меня есть несколько джинсовых юбок. Но вы уже миллион раз их видели. Не стану повторяться. Но в таком сочетании мне очень комфортно. И да, я буду так ходить. Кстати, еще одна модная деталь в этом образе. Это сумка-седло. Опять же, вот эта фактура. И мне нравится, что сейчас у сумок ручки стали короче. И все мои сумки, которые с длинными ручками, мне хочется как-то укоротить. И вот сама того не замечая, я перешла именно на такую длину. Сумка вместительная. Она не кожаная. И скорее всего через пару сезонов она опять же выйдет из моды. Но пока что, как вариант черной базовой сумки, такая сумка-седло мне очень нравится. Неоновые цвета. Они не совсем для меня. Они зачастую меня не украшают. А наоборот, как бы привлекают все внимание на себя. А моя внешность теряется. Но я слишком сильно люблю жизнерадостный, насыщенный, такой витаминный оранжевый цвет. И мне не хотелось отказывать себе. Поэтому я придумала, как я буду его носить. И как мне кажется, у меня получилось найти такое грамотное, гармоничное сочетание цветов. Вообще, еще пару лет тому назад у меня были оранжевые лодочки. И я очень часто носила их именно с джинсами. И сейчас в коллекции Zara есть, ну вот, я не знаю, прям идеальные оранжевые лодочки мои. С какой-то там распродажи. Это не важно. Просто подаю вам идею. И сама уже не могу дождаться, когда будет достаточно тепло для того, чтобы выгулять этот наряд. Он один из моих самых любимых в этом ролике. Мне нравится, как оранжевый цвет на обуви перекликается с небольшими деталями на жакет. Как это назвать? На жакете? На китке. Я купила его на распродаже Mango. Вообще было минус 70 или 80%. Я отдала за него 15 долларов. Что-то в этом духе. Он очень стильный, очень классный. И я специально не надевала скини джинсы. Эти джинсы у меня из Stradivarius, из моего шоппинг-блога. Это просто одни из самых любимых джинсов, которые есть сейчас в моем гардеробе. Я знаю, что очень многие из вас купили их. Вы присылали мне фотографии. Конечно, мы продолжим шоппинг-блоги. Я хоть и не фэшн-блогер, но вам нравятся такие ролики. Я с удовольствием их снимаю. И с перспективы такого человека, который не участвует в каких-то фэшн-съемках, а просто носит это в реальной жизни, мне кажется, что здорово. Что мы с вами друг друга мотивируем, как-то вдохновляем. Вы тоже присылаете мне свои идеи образов, свои находки. Я очень часто пользуюсь вашими рекомендациями. И еще в этом образе такой элемент. Сумочка из жемчужин. Она тоже с распродажей вот этой максимальной Mango. Но если бы я знала, что в коллекции Topshop появится настолько красивая сумка, я постараюсь для вас найти картинку и вставить. Я бы отказалась от покупки в Mango. Я бы что-то купила из новой коллекции. Но совсем не угонишься. И, девочки, от души вам советую сумку из Topshop. Она очень красивая, очень элегантная. Она такая и нарядная. Как бы на каждый день вообще тема жемчужинок мне и всяких там бусинок мне очень близка. В прошлом году я купила себе черную маленькую сумочку. Она прикольная. Она многим из вас, опять же, нравилась. И да, я носила ее зимой с какими-то более элегантными нарядами. С какими-то такими расслабленными. В общем, вы поняли, что все эти сумки это моя тема. И также я буду продолжать носить плетеные сумочки. Но как-то весной не особо актуально. Наверное, ближе к лету я покажу вам также образы. Если вам нравятся такие видео, то поддержите пальчиком вверх. Я всегда очень стараюсь, очень готовлюсь. И да, мне будет очень приятно. На тему трендов можно говорить бесконечно. Но я, пожалуй, буду заканчивать. И последнее, что хотелось бы вспомнить, это подвески монетки. Я видела еще в прошлом году вот такие красивые украшения. И как-то не знаю, я не знаю, почему я их не купила. Они всегда мне нравились. И всегда я засматривалась на них. Но как-то в Манго они были. И постоянно были распроданы. Наверное, поэтому мне не хотелось за этим всем гоняться. Сейчас я купила свою подвеску в H&M, но их навалом. На Asos, на Алиэкспресс. Где только найдете. Тоже в Reserved видела. В общем, практически в каждом сетевом магазине вы найдете что-то подобное. Смотрится очень стильно. И если вы внимательно смотрели, то, скорее всего, заметили эти подвески в нескольких нарядах, которые я сегодня представила. И, как видите, довольно универсальная вещь. Также хорошо смотрится с вот этим жакетом. Он у меня из Top Shop. И, по-моему, я покупала его на распродаже. Но он у меня был в вот этом заказе из Золанды. Я очень люблю этот интернет-магазин. К сожалению, он не доставляет в Россию, в Украину. Но если вы заказываете из Европы, то там такой огромный выбор. Ну, в общем, я надеюсь, что это видео вас вдохновило. Обязательно пользуйтесь Picody. Если сейчас есть какое-то самое горячее предложение, то я напишу. Здесь, по-моему, есть классная дополнительная скидка на NYX. В общем, вся информация, как обычно, в инфобоксе. На этом мы с вами прощаемся. Спасибо за внимание. Всех целую и обнимаю. Пока-пока. Прекрасной вам весны.